Волгоград Главное требование протестующих – исполнение местными властями 431 указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В их обещания мы уже не верим. Сейчас должно быть время действий. Прежние пункты голодовки не выполнились. Все, кто здесь собрались и остались в прежней голодовке, их требования также не выполнены. То есть даже личные вопросы они не в состоянии решить. В акции протеста участвует 29 человек. Протестующие приходят в штаб по очереди. У многих малолетние дети, поэтому некоторые участники голодают дома. В штабе ночуют несколько активистов, так как здесь нет достаточного количества матрасов и спальных мешков. У большинства протестующих родителей общие проблемы – отсутствие достойного жилья и трудности с получением права на аренду земли. Ольга Степанова с пятью детьми проживает в двухкомнатной квартире общей площадью 44 квадратных метра. Квартира расположена в советском районе Волгограда в аварийном доме. 15 лет она стоит в очереди на получение достойного жилья и конца этой очереди не видно. Очередь была для многодетных. Потом она прекратила свое существование. Была программа 2008 год, 2010 год. Два года длилась. Называется программа «Жилище» для поддержки многодетных. Но я не могла выполнить условия, которые там были под эту программу. Там надо было иметь собственные накопления или какую-то недвижимость. Но у меня этого нет. Это, конечно, абсурдно. Чтобы получить деньги, надо иметь свои деньги. У предпринимателя Сергея Киреева семь детей. Семья проживает в съемной трехкомнатной квартире в тракторозаводском районе города. Киреевы также стоят в длинной очереди на улучшение жилищных условий. Но главной проблемой для семьи является невозможность получить кредит на покупку жилья. Законы проекта какие-то существуют, но на самом деле они не исполняются. Участвовать в каком-то субсидировании, в ипотечном кредитовании на сегодняшний день мы не можем. Потому что банки, просчитывая наше состояние, учитывая, сколько на иждивении детей получается. Просто не дают вам. Да, я несколько раз обращался, я сам как предприниматель. Сложно вообще. Многих участников голодовки волнует также проблема получения земельных участков под строительство дома. Многодетная семья Натальи Кочетовой проживает в городище в доме родителей. Муж – ветеран боевых действий. По закону ему должны выделить земельный участок. Но с 2009 года этот вопрос не решается. В городище не выделено ни одного земельного участка. Выделяется земля вертячим. По-моему, много надежды. Где-то в радиусе 70 километров. То есть там нет ни инфраструктуры никакой абсолютно. Где-то вертячим, это вообще на песках. Газа там неизвестно, когда подведем газ. Вот в этом вся проблема. У нас в городище земли нет. Зачем мне, спрашивается, которые дети ходят в школу здесь, двое старших и двое младших подрастающих, земля где-то... В голодовке принимают участие также родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мать-одиночка Ольга Золотарева имеет на иждивении сына инвалида второй группы, который получил увечья в армии. Во время сделки с покупкой квартиры риэлтор обманул женщину на 1 миллион рублей. И в настоящее время Золотареву с двумя детьми выселяют на улицу. Я требую, чтобы уголовное дело было передано в суд, чтобы мое выселение с инвалидом приостановить. И была подана касация президиума властного суда, чтобы наконец-то было рассмотрено по справедливости, по закону проведения торгов. 4 февраля штаб голодающих посетила делегация чиновников администрации Волгограда и регионального правительства. Протестующие остались недовольны результатами прошедшей беседы. Ничего не пообещали. Сказали, позвоню по телефону и будут решать мои проблемы. Но я в это не верю. Обидно то, что обо мне вспоминают перед выборами. И Гребенников писал и статьи, и обещал, и поддержите на выборах, когда он шел. И все, 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 знаете, и Пору Ищенко еще были обещали, и Шарифов. То есть вас, получается, используют, так? Да. Они выслушали и дальше что? Сказали, что они согласны. Они констатировали то, что меры социальной поддержки многодетных семей на нашем уровне низкие. Сказали, что 530 рублей увеличения этого пособия можно достичь. Они выискали средства, которые надо 100 миллионов. А так как у нас требование 1000 рублей, это надо 300 миллионов. 300 миллионов они найти не могут. Я предложила им сократить чиновничий раздутый аппарат. Предложила сократить их шикарную жизнь. Их зарплаты, их премии, их турне и вояжи. В итоге они сказали, что все это черная, желтая пресса по-всякому обзывали. Никакие машины иномарки они не покупают. Однако, когда они вышли из нашего здания, они сели в шикарный кортеж иномарок черного цвета, тонированный и красиво двинулись. Ну, мэрия, что собирается сейчас сделать? Вот вы помощник мэра. Я еще раз говорю, что основные вопросы, которые касаемы сейчас и 431 закона, и исполнения Конституции, они лежат именно на области. Это более областные вопросы. Хотя, часть вопросов затрагивает непосредственно муниципалитет. Это как раз и по протезированию, и по проезду, и по земельным каким-то. Но земля, опять же, выделяется областью. Должны были приготовить главу муниципальных образований, так же, как и Волгограда, тоже должны были приготовить документы и начать предоставлять землю. Что сделано не было. Это печально. Я думаю, что здесь есть над чем работать и мэрии Волгограда, и, конечно же, уже области. Будут наказаны виновные со стороны мэрии? Ну, мое мнение, что наказаны, не то, что наказаны, а их надо наказывать. И, конечно же, не надо пенять на то, что не было времени, на то, что становится власть, на то, что там были заняты. Нет такого понятия. Люди не должны ждать. По словам организаторов акции протеста, голодовка является бессрочной. Возможно, в ближайшее время количество ее участников увеличится.